Привет! Сегодня с вами Самая Рыжая. И сегодня я хочу поговорить о том, как разные люди по-разному воспринимают технологии. Ну, наверняка вы слышали от своих родственников, коллег, друзей, вообще, в принципе, в трамвае, возможно, слышали, разные отклики на всё, что связано с цифровым миром, на какие-то сервисы, на какие-то приложения, на большие цифровые экосистемы. И люди, они как бы так размазаны по спектру мнений от принятия, от стояния многочасовых ночных очередей за каким-нибудь гаджетом. Не потому что перепродать, а именно потому что, а, я хочу быть самым первым, кто в этом круге будет иметь доступ к тому или иному девайсу. Вот от таких вот фанатов-фанатов технологии, людей, которые ставят приложения, которые пробуют, которые там всячески экспериментируют с этим, до неприятия, вечной критики и, господи, нафига всё это вообще нужно. То есть никогда невозможно найти по отношению к какой-нибудь одной технологии или к одному медиа-сервису, возможно, да, или формату. Невозможно найти такую точку во времени, где люди бы все согласованно, радостно сказали, ну или не радостно, сказали бы «О, классно!» или «О, фигня!» Обязательно вот этот вот спектр отзывов будет. И этому есть вполне логичное объяснение, но мы про него постоянно забываем и ввязываемся в какие-то споры, в какие-то там медиа-срачи и в комментарии, пытаясь доказать свою точку зрения. Короче, сейчас я вам расскажу, покажу, как это выглядит. Называется эта штука «Диффузия инноваций и кривая адаптации инноваций», там в зависимости от, по-разному может называться. Но общий смысл такой, что люди по отношению к новому, они занимают определенную позицию, и технология как бы проходит через весь массив, через массу людей, либо умирая на каком-то этапе, либо получая распространение. Есть график, который достаточно схематично, грубо, но показывает вот эту зависимость и количество людей, кто на какой позиции находится. То есть у нас есть прям вот фанаты-фанаты, их очень мало, и это люди, которые на каждую новую технологию, вот у них движок работает, и они прямо горят-горят, и смотрят, что новый сервис или новая технология может им предложить. Второй уровень – это люди, которые адаптируют, которые не гоняются за самыми-самыми новинками, они смотрят на то, что уже вот эти первые ласточки протестили, и они находят применение той или иной технологии, тому или иному сервису, находят применение в нашей реальной жизни. И это тоже эксперименты, потому что нужно и очень много креатива, потому что нужно придумать, каким образом это может быть реализовано в жизни. Третья группа – это раннее большинство. Это когда, если на этих двух этапах технология не умерла или не законсервировалась, то она получает распространение, и она заходит в людей. После этого идет позднее большинство, и наши прекрасные вечные скептики и сопротивленцы до них доходят в самую последнюю очередь. Не в смысле, что они плохие, а в том смысле, что не надо на них обижаться, что до них ничего технология не дошла, и они не поняли, как она улучшает эту жизнь. Есть технологии, которые быстро решают проблемы, то есть они продуманы таким образом, и товар, или услуга, или технология, они продуманы таким образом, чтобы решать наши проблемы. Например, подумайте, посмотрите вокруг себя, как быстро люди научились платить на кассах с телефона. То есть какую проблему это решает? Это же, чтобы если карточка, нужно вытащить кошелек, кошелек, всегда страшно, что его сопрут, нужно из этого кошелька выдрать эту карточку. А так как мы в телефоне живем просто бесконечно, то вот тут же он чатился, пока стоял в очереди, быстренько приложил, оплатил и все. И поэтому в данном случае технология сама продумана таким образом, чтобы быстренько распространиться. Естественно, будут люди, которые будут бояться за безопасность, которые будут бояться за утечку инфы, но вот эти весы между удобством и страхом, они качаются в отношении любой-любой технологии. Подумайте, посмотрите, к какой группе вы по отношению к новым технологиям скорее всего относитесь. То есть я бы сейчас говорила, например, про... Сейчас очень-очень много среди первых двух групп муссируются истории про виртуальную реальность, про дополненную реальность, про носимые... Не, ну носимые гаджеты уже в большинство ушли. Спасибо бегунам, марафонцам и велосипедистам. Они историю про носимые гаджеты достаточно быстро внедрили в массовое сознание, в массовое пользование. Но вот виртуалка, да, виртуалка еще находится где-то на моменте адаптирования, потому что есть эксперименты, какие-то из них более удачные, какие-то менее удачные. Какая-то отрасль двигает эту историю, там, например, гейм... Гейм... Не виз, а как же... Ну, короче, геймерская индустрия, да. Она двигает эту историю. Естественно, очень много экспериментируют всякие ребята с порнохабов и же с ними, то есть те люди, которые... Те индустрии, которые на пике адаптации технологий, кто у нас больше всего экспериментирует. И сейчас, когда мы говорим, да, о движении того же самого VR в медиа, там, в классическом нашем понимании медиа, в образовании, то есть это вот сейчас как раз технологии на стыке между адаптаторами и ранним большинством. Вроде уже есть и продукты, которые можно потестить, но все равно идет такое ощупывание слона, зачем это, как это можно применять и так далее. Вот. И этот вечный спор между инноваторами и адаптаторами, нет, и вот этими сопротивленцами в конце, он никогда не закончится, потому что технологии появляются, появляются на этом крае и дальше идут по этому графику, распространяются по миру. Как только, там, не знаю, позднее большинство примет виртуальную реальность и начнет, блин, по улицам ходить в бачках или в шлемах, на этом крае уже будет какая-нибудь другая технология, не знаю, там, телепатическое встраивание чипов в голову или еще что-нибудь. То есть это постоянная-постоянная вот эта вот ротация. И вот если посмотреть на споры в интернете, то основные битвы идут между людьми через группу. То есть условно раннее большинство считает фриками инноваторов и говорят, ой, дебилки какие-то, фигню всякую вообще придумали, какие такие беспилотные автомобили по городу, а, они же всех задают. Вот. Ну, это такое более-менее корректное, да. А вот те люди, которые там с конца графика, они будут очень агрессивно реагировать на то, что происходит вот на этом краю. При этом соседние группы, они умеют договариваться, они умеют, есть агенты влияния в каждой группе, которые передают, которые собирают эту информацию, которые объясняют, которые организовывают курсы, которые там делают всякие, не знаю, там, блоги ведут свои, видеоролики записывают, которые вытягивают эту, объясняют эту технологию, передают ее дальше по этому графику. И вот соседние группы, они подписаны друг на друга, они дружат, они участвуют в общих конференциях, а вот противоположные, они агрессивно очень настроены друг на друга. То есть в данном случае я в отношении технологий, скорее вот это вот адаптаторы, да, люди, которые не на пике технологий, то есть я не могу сказать, что я прям понимаю, как работает искусственный интеллект, хотя в принципе я могу пойти в ту первую группу, найти людей, которые мне объяснят, а я потом объясню там следующему, там, следующей аудитории. Но в данном случае, то есть я человек, который наблюдает за развитием технологий и думает, как можно скомбинировать, как можно адаптировать их для решения человеческих задач, для решения задач образования, то, что мне интересно очень, для создания медиапроектов, для работы там в культуре, в библиотеках и так далее. То есть вот гуманитарная сфера, которая мне интересна, и я смотрю, как можно адаптировать эти технологии сюда. И дальше что я делаю? Я веду блог, я делаю вот это вот реалити, я рассказываю, как это работает, я показываю различные кейсы, различные подходы. То есть вот я, по сути, передаю это знание дальше, через свои проекты, через свою коммуникацию. Те люди, которые подписаны на меня, начинают разбираться в том, что написала я, переводить это на свой язык, переводить это на язык своей группы, вести свои блоги, и дальше, дальше, дальше это пойдет. Поэтому посмотрите, вы к какой когорте ближе, по вашим ощущениям. И для меня, допустим, когда я уже достаточно давно с этой концепцией познакомилась, она меня немножечко успокоила в ключе, знаете, я перестала ввязываться в бессмысленные битвы по поводу медиа и технологий, если я вижу, что человек находится не в трех группах, которые мне интересны, не в инноваторах, не в адаптаторах и не в раннем большинстве. То есть если я вижу, что человек, условно, в 2018 году рассматривает, надо ли ему заводить аккаунт социальной сети, не в смысле, что он отказался вернуться, что многие из нас уже проходили, мне кажется, а человек рассматривает, вот все уже там, наверное, вот мне тоже надо завести. Да нормально все, ну блин, но это просто не моя аудитория и спорить с ними практически бесполезно, они не поймут тот язык, на котором мы разговариваем, потому что у них нет этого опыта, который есть у нас. И точно так же я совершенно с улыбкой и спокойно отношусь ко всяким, скажем так, выплескам, эмоциональным выплескам людей из инноваторской группы, которые смотрят на нас, как мини-билов, и говорят, ну что, не понимаете, что ли, не могли, это же уже давно пройдено все, это для них все давно пройдено, а в нашем сообществе, в нашей группе нужно еще пообъяснять, нужно еще поэкспериментировать, нужно посмотреть, поанализировать и так далее. То есть я понимаю вот этих вот чуваков и с ними интересно и с точки зрения получения новой информации, и с точки зрения передачи информации дальше. А с поздним большинством и с саботажниками это выжигание просто сил, эмоций, и я стараюсь по минимуму общаться с той частью. Для них есть другие люди, я их люблю и уважаю, но это не я. Это про кривую инновацию, это про диффузию, про то, как мы распространяем и адаптируем технологии, и понимание этого дает мне, по крайней мере, некое спокойствие и свободу выбора, с кем общаться, с кем разговаривать, с кем вступать в комметаторские бои, а с кем нет. Вот, надеюсь, вам эта инфа тоже оказалась полезной. До встречи.